Двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг-двинг Териона и выпустим пару новых роликов, от которых вы будете просто в восторге. Вот вам пока небольшой спойлер. А сегодня ролик будет о недавних событиях, произошедших на Аргусе. По этому поводу у людей накопилось множество вопросов и впечатлений, как и у нас. Но благо на ваши вопросы мы знаем ответы. Если говорить более точно, мы расскажем вам о возвращении Титана Агромара, объясним, почему он таких малых размеров, а также поговорим и о других Титанах, что также предстанут перед нами в будущем, но в несколько ином виде. Вчера я прошел новую сюжетную линию на Аргусе, но не был так сильно удивлен, ведь знал о возвращении Титана уже очень давно. Как же он вернулся? Оказывается, Саргерас превратил некогда прекрасный престол Титанов Анторус в ужасную лабораторию, в которой создает невероятное оружие, а также превращает демонов в настоящих монстров. Это место и стало главным штабом Легиона. Падший Титан вытягивает энергию из души порабощенного Титана Аргуса, что закован внутри планеты, и эту же энергию инженеры вкладывают в машину, которая ускоряет перерождение демонов в круговерте пустоты. Когда Саргерас и Агромар встретились в последний раз, падшего Титана все же задели слова своего ученика, и он помнил их по сей день. Убив своего ученика, он захватил его душу, в то время как души других Титанов спаслись благодаря заклинанию Нарганона. Спустя очень много лет Саргерас решил возродить Агромара тем же способом, как создавал свою аватару. Да, он отдал приказ создать новое тело, полностью идентичное Агромару, а затем вселил его душу в новоиспеченную оболочку. К сожалению, душа Титана была полностью осквернена и сломлена. Это уже не тот великий и мудрый Титан, что был раньше. Теперь это Страш Анторуса, отчаянный и яростный колосс, что уничтожит любого, кто посмеет помешать планам Саргераса. Это официальный ответ разработчиков. Теперь вы поняли, что Агромар – это лишь аватара, былой мощи Титана. Все это объясняет его размер. Но на одном Агромаре Саргерас не собирался останавливаться. Он начал искать души остальных Титанов. Как мы знаем, после обустройства Азерота они вселились в Хранителей, а затем вернулись обратно и были захвачены Саргерасом. Как именно это было сделано и зачем они вернулись, разработчики не говорят. Лишь одна душа смогла избежать плена – Эонар. И в Рейде Анторус мы окажемся в ее святилище, где узнаем о том, что она скрывалась долгие годы, и вот наконец демоны нашли ее. Нам предстоит вновь помешать планам Саргераса. А именно, падший Титан собирает все души Титанов для ужасного ритуала перерождения. Он собирается вернуть их к жизни, но в этот раз уже в полной мощи. После перерождения Агромара прошло очень много времени, и технологии шагнули намного дальше. Теперь демоны способны и на такое. Но цикл не может быть завершен без всех душ. Эонар ведь прячется, а поэтому Легион не переродил Титанов раньше. Час перерождения близок. Души готовы. Титаны все еще сопротивляются. Но это ненадолго. Одна из них все время ускользает. Без ее сущности нам не победить в этом. Легион скоро явит себя. От меня ей не уйти, повелитель. После перерождения Пантеона ничто у вселенной не остановит Легион. Обязательно поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Спасибо за просмотр. До скорых новых встреч.